МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наука не скука. Но мы надеемся, уважаемые молодые ученые, на вас, что ваш интеллектуальный труд всегда будет востребован. В Чебоксарах прошла 16-я конференция учащейся молодежи «Юность Большой Волги». На первой и второй рассчитайся. Юно-армейцы из школы 50! В Чебоксарах проходят военно-патриотические игры «Зорница» и «Орленок». Первая мировая война – история в плакатах. Одновременно в 48 городах открывается Всероссийская выставка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в частном секторе Новоюжного района Чебоксар произошло серьезное ЧП. В микрорайоне, который в народе называют Шанхай, сгорело несколько жилых домов. Невольными очевидцами этого происшествия стали многие горожане. Черный дым от пожара разглядели даже те, кто проживает в северо-западном районе. На интернет-форуме уже к обеду появилось множество фотографий с места ЧП. На снимках отчетливо видно, что постройки выгорели дотла. Очевидцы рассказывают, что пострадало 4 жилых дома. Причем располагались они в нескольких метрах от крупного торгового центра. Локализовать возгорание пытались 40 человек и 14 единиц спецтехники. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по республике. Уже известно, что обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают эксперты. Если при словах «доклад», «выступление», «исследование» вы начинаете зевать, то посмотрите следующий сюжет. Сегодня наша съемочная группа побывала на молодежной конференции. Юность Большой Волги убедилась. Наука это совсем не скучна. Интересные молодые люди, красивые, модно одетые девушки. На ботаников в общепринятом понятии этого слова они совсем не похожи. Тем не менее, это как раз те представители студенчества, кто усердно грызет гранит науки даже сверх университетской программы. Конференция учащейся молодежи «Юность Большой Волги» в Чебоксарах проходит уже в 16-й раз. Сегодня тоже многие решения мы принимаем для того, чтобы, вкладывая инвестиции молодого человека, выявляя их, вовлекая их, зажигая их, они могли самореализовать себя в 21-м веке. У нас на территории Республики, в целом Российской Федерации или вообще во всех странах мира. 19 секций, 53 подсекции от инженерного дела, математических и естественных наук до культуры и искусства. Глава Республики отправился послушать доклады будущих журналистов. Впрочем, будущим их, пожалуй, называть нельзя. Многие студенты работают и проходят практику с первых курсов, в том числе и в национальной телерадиокомпании. Свою профпригодность собравшиеся показали сразу. Михаил Игнатьев вышел с приветственным словом, а ему устроили настоящую пресс-конференцию. К примеру, речь зашла о подготовке чувашскоязычных специалистов. Я, когда поступал в 2009 году, было 20 бюджетных мест, как я помню, и я поступил на бюджет. Но на сегодняшний день на факультете, на отделении журналистики, то есть, по-моему, нет бюджетных мест. Вот в связи с этим, как будет ситуация? Средства будут выделять, здесь переживать не надо, хотя определенные вопросы есть, мы их ставим. Поинтересовались наши будущие и нынешние коллеги тем, как будут развивать туризм в Чебоксарах, почему на полках магазинов иногда не найти продуктов местного производства, как глава республики относится к блогерам, и даже что бы он поменял, если бы было возможно прожить жизнь заново. Михаил Игнатьев отметил, что-либо переделывать он не хочет, а вот вернуться в молодые годы он бы не отказался. Когда на все вопросы юных умов были получены ответы, началась сама интеллектуальная битва. Первый докладчик проследил эволюцию молодежных радиопрограмм Чувашия. В качестве примера он рассмотрел и передачи наших коллег с национального радио. На смену студенческой компании пришла новая развлекательная и познавательная радиопрограмма «Перекресток». Выходит она и по сей день один раз в две недели. Это авторский проект Марина Арсентьева, Татьяны Чугуновой и Андрея Антонова. Они стремятся популяризовать в молодежной среде здоровый во всех отношениях образ жизни. Сейчас эти студенты анализируют чье-то творчество, но вполне вероятно, что скоро в качестве примера будут рассматривать уже их работу, а площадкой для деятельности станет не учебный класс, а региональные и федеральные телеканалы, радиостанции, ведущие информагентства и издания. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашию с рабочим визитом приехал спецскор газеты «Красная звезда» Алия Грозный. Сегодня с ним, а также с уроженцами республики, членами Московского земляческого товарищества «Офицеров сына Отечества» встретился глава республики Михаил Игнатьев. Чувашия выбрана для служебной командировки не случайно. Мы один из немногих регионов, где традиция проведения финальных республиканских игр «Зорницы Орленок» не прерывалась в течение 45 лет. Активно используются и другие формы военно-патриотического воспитания. Мы сегодня уже посмотрели, насколько интересна организована работа по военно-патриотическому воспитанию. Это основная наша задача. Когда в редакции мы узнали, как проводится эта работа в республике, особенно такая интересная форма, когда такая общественная организация работает с молодежью здесь, в республике, это был очень интересный, уникальный такой случай. Это республика, где, собственно, как таковых частей-то нет. Это привлечь, в общем-то, сложно кого-то для такой работы, для детишек. Но насколько здесь все это здорово организовано сделано, да, мы с детишками пообщались в двух школах. Ну, не знаю, это просто, это бальзам, на душу, честно. Хорошо. В рамках двухдневной программы Олег Грозный встретится с кадетами, бывает на родине героя Великой Отечественной войны, Николая Афанасьева и в деревне Изидеркино, где установлен памятник чувашской матери, воспитавшей и проводившей на фронт шестерых сыновей. Михаил Игнатьев и Олег Грозный также обсудили закон, направленный на противодействие попыткам посягательств на историческую память в отношении событий Второй мировой войны, подписанный недавно президентом страны. Сначала заменят швы асфальта, потом и вовсе снесут, чтобы построить новый. Речь об одном из самых старых мостов в Чебоксарах, Московском. Его будущее уже предрешено. Какие работы будут проведены в ближайшие годы? И стоит ли водителям опасаться больших пробок, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Московский мост уже давно нуждается в серьезной реконструкции. Он появился здесь 2 июля 1969 года. И за все это время здесь проводили только текущий косметический ремонт и латали ямы. Но сейчас он находится в аварийном состоянии. Об этом не раз заявляли специалисты. Несколько лет назад мост изучили эксперты Саратовского научного института. Они поставили неутешительный диагноз. На несущих балках и опорах образовались трещины. По всей видимости, состояние объекта за это время ухудшилось в разы. Ведь только в сутки, по самым скромным подсчетам, по нему проезжают до 50 тысяч автомобилей. Это колоссальная нагрузка. Ведь изначально проектировщики не рассчитывали на то, что спустя 40 лет по мосту будет передвигаться столько машин. Происходит разрушение, активное, причем разрушение асфальтобетонных конструкций. И поэтому никто не может гарантировать надежность, долговечность, сколько мост еще может прослужить. Поэтому данную работу необходимо выполнять. Причем безотлагательно. Многие водители опасаются до сих пор. Если и сейчас в пиковые часы с обеих сторон моста возникают пробки, то что будет, когда его закроют на реконструкцию? Но в городской администрации автолюбители успокоили. Движение здесь перекрывать никто не намерен. Продумано все до мелочей. Сначала в этом месте примерно за этой оградой возведут совершенно новый мост на три полосы. И только потом снесут старый. Уже на его основании проложат вторую часть моста такой же ширины. Так что в перспективе здесь будет не четыре полосы, как сейчас, а шесть. Это должно разгрузить движение и в сторону северо-западного района, и в сторону центра. Работы начнутся в ближайшее время. Это вопрос ближайших двух-трех лет. Сумма, я сейчас даже ее озвучивать не буду. Почему? Это очень много. За миллиард. Средства там заложены в празднование. Этот объект предусмотрен к столетию. В мероприятиях он стоит. Но там средств недостаточно. Но республиканские власти сказали, что и муниципалитет. Сказали, что дополнительные средства будут найдены. Что же капитальная реконструкция моста в перспективе? А сейчас строители приступят к текущему ремонту. Здесь заменят дорожное полотно и деформационные швы. Председатель отмечает, что они попросту сгнили из-за того, что в трещины часто попадает вода. Причем работать подрядчики намерены по уже испытанной итальянской технологии фрезерования. Работы планируют завершить уже до не республики. Правда, водителям придется немного потерпеть. Во время ремонта движения по мосту будут частично перекрывать. Сначала по внешним полосам, а потом по внутренним. Митрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. А вот на автодорогах республики началась работа по нанесению разметки. В соответствии с действующим контрактом в Чувашии эту работу выполняют две специализированные организации. Как идут работы на дороге в Вятку, узнавала наша съемочная группа. Вот так техника с необычным названием марки «Шмель» наносит на дорогу ориентиры для водителей. Краска из ресивера попадает на дорожное полотно безвоздушным способом, под высоким давлением. Сверху добавляется свето-возвратный слой из микростеклошариков. Предварительно на заводе их обрабатывают специальным веществом для сцепления с краской. Высыхает за 10 минут, поэтому проезжающие автомобили могут не бояться запачкать резину. На сегодняшний день выполнены работы, в том числе по нанесению осевой линии, по нанесению краевых линий, по нанесению разметки на пешеходных переходах на протяжении 836 километров. Сейчас наносят три типа разметки. Разметка безвоздушным методом с помощью красочных материалов, разметка холодным пластиковым компонентом и горячим пластиком. Конечно, основным требованием является срок ее эксплуатации. Выбирается способ нанесения. То есть, если встраивает срок от 3 до 12 месяцев, наносится разметка краской. Холодный пластик позволяет эксплуатировать его в течение до двух лет. Горячий пластик более. Но работа с пластиком более трудоемкая и дорогая, и требуется только в исключительных случаях. Например, там, где большая интенсивность движения. К нанесению краски есть свои требования. Минимальная температура воздуха должна быть выше 15 градусов. Влажность не более 85%. Поверхность предварительно очищена. Расход краски при таких условиях составляет 600 грамм на квадратный метр. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Середина мая – любимое и одновременно волнительное время для ребят, которые любят побегать и пострелять. В осени в Чебоксарах проходят финальные военно-патриотические игры «Зорницы» и «Орленок». Самых быстрых и метких школьников сегодня освободили от занятий. Они отправились завоевывать победу. В эти дни на базе детского лагеря «Бригантина» кипит нешуточная борьба. Ребята на время забыли об уроках и взялись за оружие. Сборка-разборка автомата Калашникова, морской троеборьи, преодоление полосы препятствий и еще множество испытаний предстоит пройти ребятам, чтобы одержать победу на финальных юно-армейских играх. «Зорницы» и «Орленок» – это спортивно-военизированные игры, направленные на патриотическое воспитание молодежи. В прошлом году мы участвовали первый раз, заняли. Ну, не было бы места там. Не буду называть это место. В этом году какие планы? Ну, получше результат, чтобы у нас в следующий год уже «Орленок». Каждой команде по 11 человек. Дети в возрасте от 12 до 15 лет соревнуются в группе «Зорница». Те, кто постарше – с 16 до 18. В играх – «Орленок». Туризм – это тоже как своего рода расслабление какое-то, отвлечься от уроков, там, всего. Мозг переключается и легче как-то становится работать. Те команды, которые одержат победу на городских соревнованиях, перейдут в следующий тур. Республиканские юно-армейские игры «Зорницы» и «Орленок» состоятся в июне. Марина Рябцева, Антон Вовк, Республика. Завтра пройдет «Ночь музеев». Музеи Республики присоединятся к ежегодной международной акции. Довольно плотную программу подготовил Национальный музей, сделав один из акцентов на чувашской этнике. Выступят несколько чувашских ансамблей. Будет представлена выставка чувашского орнамента «Пазлы из чувашских узоров». Чувашский государственный художественный музей приглашает на майский бал в сопровождении Чебоксарской певческой капеллы «Классика». Посетители также ждут танцевальные мастер-классы, игры, конкурсы, развлечения и сюрпризы. В Шуаршильском мемориальном комплексе летчика-космонавта Николаева посетителям предложат понаблюдать за солнечными пятнами и звездами при помощи оптических приборов, поучаствовать в викторине созвездия и планеты. В Аликовском литературно-крывеческом музее состоится мастер-класс по чувашской традиционной вышивке. И будет представлена республиканская выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы. А уже с этого дня можно побывать на необычной выставке, которая рассказывает о Первой мировой войне языком плаката. В этом году исполняется 100 лет с момента начала вооруженного противостояния, которое в очередной раз перевернуло мир. Вот так распорядилась история. События Первой мировой оказались для потомков недостаточно интересными и недостаточно важными. Их затмила Вторая мировая и Великая Отечественная. Первая половина XX века вообще была насыщена войнами. Русско-японская, Первая мировая, гражданская, советско-финская, плюс межвоенные конфликты, в которых также участвовал Советский Союз, в Китае, Испании, еще раз в Японии. Словом, до начала 50-х мы практически только и делали, что воевали. Но Первая мировая война заслуживает отдельного рассказа. За это дело и взялись сотрудники российских музеев. Экспозиция – плод межмузейного сотрудничества. На выставке представлены плакаты, которые были в ходу во время Первой мировой войны. Вообще плакат – это очень боевое искусство. Ведь искусство такое, что очень быстро появляется и очень быстро забывается. И это уникально, что эти плакаты, представленные Центральным музеем современной истории, находятся у нас сейчас. Пусть это репродукция, но тем не менее они очень интересно рассказывают о том, каким образом воспринималась война с жителями того времени. Часть плакатов рассказывает о битвах под Варшавой на реках Висла и Неман. Другие содержат в себе призыв к населению жертвовать на оружие, на военный заем, на передвижные бани для солдат, устройство домов для увечных. Примечательны сатирические плакаты. На них неприятели изображены в виде разбегающихся тараканов-прусаков. Выставка одновременно открывается в 48 городах России. От Калининграда до Южно-Сахалинска. В Чебоксарах зрителей приглашают в музей Чапаева. Завтра все жители республики смогут заняться спортом. 17 мая в Чувашии пройдет ставший уже традиционным День здоровья. В этот день можно бесплатно посетить бассейн или тренажерные залы во всех городах и районах. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Тема – предстоящий Чебоксарский кинофестиваль. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова